живем мы в частном доме вода у нас из скважины за машинами в принципе следим хорошо но не в принципе хорошо вот но тем не менее вот такое у нас случилось вода у нас хорошие мы сдавали ее на анализ пьем мы ее без фильтра воду но в чайнике у нас образуются некоторые накипи и вот в машине ну хотя с другой стороны за шесть лет я считаю что это вообще очень маленькое количество накипи образовалась правда добрый день мои дорогие зрители и гости канал с вами таша муляр у нас вот тут со стиральной машины произошло вот такое и в этом ролике хотим показать как бы почему такое случается как мы с этим боролись и что из этого получилось стиральная машина у нас занусе линда 30 300 такая вот модель она у нас уже шесть лет на 6 килограмм и вот хочу сразу обратить ваше внимание как то вы будете пытаться менять какие-то детали или звонить в мастерскую вот когда машину открываешь вот здесь вот за баком находится вот такой вот над баком вот такой вот шильдик где есть вся информация о машине который вам будет необходимо ну как минимум для заказа нового тена либо для общения с мастером по ремонту машины а вот что мы в этом ролике будем делать решать этот вопрос вот мы в результате видим старый ты и новый валер купил сейчас мы спросим откуда у него взял вот так что почувствуйте разницу разница вот так очень хорошо ощущается и сейчас будет его устанавливать но в результате ты тен купил сам до где-то нашел его но я имею на нее какого-то мне у мастера где-то нашел сам заказал значит я купил на озоне но дело неважно где я купил важно в том что нужно найти тен именно такой как у вас стоит на машинке для того чтобы его найти нужно сначала или его достать и посмотреть на шильдике на машинке и потом номер машинки на шильдике есть модель тена машины по модели машины можно найти тен подобрать ну я чтобы не ошибиться снял и точно такой же приобрел вот и все это сняла какая-то маркировка на него да у него есть маркировка есть во первых киловатт и 1750 киловатт да вот я вижу здесь маркировка написано кавай здесь соответственно также есть его вот там внизу размер это очень важный потому что он вставляется в направляющие тены все разные есть одни с изгибом то есть так сказать а вот подойдет нет потому что у него разная конфигурация разная мощность разная длина разная там направляющая чтобы он держался внутри поэтому лучше снять посмотреть и новый такой приобрести поставить причина замены тена его этот можно старый можно кстати если бы все работало можно было бы его просто в лимонной кислоте и он был почти таким же но он просто пробил пробивает где-то трудно где установить утечку тока и срабатывает у меня предохранитель на утечку тока поэтому чтобы эту не светичку не искать берем новый новый стоит в пределах тысячи рублей это ты отработал сколько у нас пять-шесть лет выслейте мужу спасибо ему большую сторону я просто уверена что вы так же как и я думали что такого не бывает что это как бы специально утрируют когда демонстрируют всякие средства для очистки накипи в стиральной машине реальная история которая вот происходит сейчас здесь и сейчас на днях у нас стало коротить электричество а у нас очень такой сложно сочиненный ну правильный счетчик видите сколько там стоит автоматов все разведено по разным зонам вот кое-кто еще дрыхнет видите и в общем стала вышибать один из автоматов и мы стали анализировать что происходит что включено что не включено и в общем в результате мы поняли что это стиральная машина но просто вырубалась именно не стиральная машина то группа на которой заведена стиральная машина муж стал изучать этот вопрос на наш машина работает вроде все с ней нормально в общем именно когда нагревается вода вот когда нагрев идет вот это у нас вырубала это я говорю еще хорошо что у нас так счетчика но автомат так организован да и в общем в результате муж нашел что эта причина но люди так пишут что именно когда вот вырубает при нагреве то эта причина в тени который стоит в машине в общем результате он вытащил этот тен слова в результате сказал уже пять раз новость в образе посмотрите как он реально выглядит это же ужасе правда о это при том что у меня муж следит за стиральной машиной ну как то вот у нас так повелось у нас за техника следит муж и он постоянно туда добавляет это средство при стирке которая для удаления накипи и вот все равно такая штука в общем будем покупать новый тен хотя его да этот можно очистить но опять же рекомендация что если он не просто грязный а стал именно отключаться и коротить то лучше его не чистить а купить новый вот причем мы звонили по разным службам замена тена вот у нас в регионе у меня александров то под александрова мы живем владимирская область в общем нам объявляли 6-7 тысяч замена тена от работа плюс приезд мастера 750 рублей и плюс сам тена нам сказали от полутора до трех с половиной тысяч в зависимости от того какой-то и в общем у меня муж разобрался совсем и сам его меняет отлично вот здесь у есть я пометил вот датчик тоже важно потому что есть тены продаются такие же но без датчика а этот датчик откуда не достать может он поможет хорошим датчик это вот эта серенька да вот он торчит а это его гнездо поэтому чтобы не мучиться и не портить взял уже с датчиком надо обращать внимание на это тоже чтобы был с датчиком и наши потом тот не достанете и потом придется 5 датчик искать еще все я ставлю давай когда снимаете нужно провода аккуратно все убрать клеммы в сторону потому что когда оттуда выдернув плохо очень выходит и нужно чтобы когда вытаскиваешь вот и в гнездо отсюда чтобы вот эти провода выше меня в стороне туда спрятаны изолентой подклеены чтобы ты не дернул случайно ничего не оборвал да и на клемму чтобы вода не полилась если что вот поэтому аккуратно делаем да это это бак кстати даже даже также надо учитывать что да баба бак пластмассовый поэтому при силу прилагать нельзя при снятии а он достается плохо потому что там все прикипело вот а сейчас когда у меня то я уже все почистил то вставляется он без рукой ну короче всем чем придется да да ты ну ты можешь туда заглянуть загляни там снимется давай я сделаю будет видно если я там будет видно направляющим да видно вот там дали направляющие есть а вот это по краям зацепа это отвертка работы по бочку но самое главное он не треснул не сломался это допустимо внутри вот эту вот эту часть вот эту часть вот вот это аккуратно внутреннюю потому что здесь резинка садится ее нельзя касаться на залезать отверткой ни в коем случае нельзя то только с краешку аккуратно подцепляем и снимаем почувствовать направляющую и туда его убедились что все правильно вот этот надо ослабить болтик а потом он прижмёт я буду подкручивать вот разбросили он заходит за потому что он новый вот раз прижалую он все четко стал здесь зазоров нету снизу зазоров нету все хорошо теперь будем подкручивать ключ шестигранник так раз сначала можно под рукой подкрутить сейчас он только на одном вот этом болте держится да вообще хочу сказать какая-то несложная замена почему нас пытались за нее шесть тысяч взять это несложная ну несложная но когда-то уже давно все показал то кажется что это не сложно он не натаскивался плохо да знаешь когда ты не знаешь ты можешь бак сломать и вообще все разворотить вот все затягиваешь его ну скажем так без усилий особых усилий так вот видишь я прочитаю одним пальцем вот так ты чувствуешь просто где какой-то вот пока идет он идет себе и на подкрутить а когда ты хоть малейшее сопротивление почувствовал все хорош так проверяем зазоры все нормально стало я думаешь их протечек нибудь как мой кран на автоклаве видишь все давление выдержал надо было еще здесь посчитатель заметить резьбу сколько тогда бы я точно ждал это я не догадался ладно вот так будем считать что все отлично я оставлю клеммы вот они мне здесь изоленты приклеены вот какой слева кой справа справа у меня тоже отмечен здесь изоленты просто не видно но вообще посреди как ребята в роликах мы мастера сказали что питание можно их менять держать 2 серых это здесь именно него на машинке но у меня этому как говорится не доверяю поэтому я пометил вот у меня слева вот у меня справа это датчик вот а это земля ну вот и начнем земли вставляем землю вставляем датчик датчик у меня датчиком легко он по-другому ты его не ставишь вот так не ставишь он только так заходит все туда до упора ну и дальше тут одеваешь то же самое не вот так не вот а вот так тоже она видно как надо вставлять вот тоже до упора не тут до упора все вот это внутрь мне было все теперь мне все подключено закрываем и запускаем ура все машину собрал хотел спросить за что делать чтобы такого не было у нас такое не было на 6 лет прослужила поэтому она и прослужила я использую этот для смягчения воды не есть такой порошок туда добавляешь мне иногда я добавляю стиральный а иногда я делаю такую регламент прогоняю на режиме 60 градусов полностью это какой-то порошок для очищения накипи у машинок что ли ну люди найдут и они есть и израильские и наши и всякие для набрал им для очистки тена на как и в чайнике в чайнике лимонной кислотой а вот мне кстати некоторые подписчики говорят что на лимонной кислотой они раз в месяц здесь не чайник здесь и резина и и сальники всякие все остальное там может это разъедать понимаешь специальное средство а в чайнике просто лимонной кислоты насыпал и нет проблем поэтому специальное средство которое убирает накипь с этого стена у нас практически там вещь каком состоянии но за за годы где-то что-то прохудился и стал пробивать утечка тока принципе он даже это видела как я устал менять у нас машина работала он пробивал когда вода нагревалась до 60 градусов и тогда стал пробивать все я посоветовался с нашими ребятами электриками спаши он при первой мысли его была такая что это тэн у меня такая же тоже идея версия поэтому сейчас рано еще радоваться проверим запустим убедимся что слава богу других причин нет ну все нормально ну ладно давай понятно все машин работает барабан крутится нагрев идет надеемся что вам был полезен данный ролик но во всяком случае посмотрели как там внутри устроено что может произойти и какие предпринимать шаги пока пока а а